Продолжаем песню Беслов Мендельсона, одна из самых прекрасных, изумительных песен Беслов. Это лябимольмажорный дуэт, оп. 38, номер 6. Дуэт, важно выяснить, что за голоса здесь, в этом дуэте. А я вам скажу, это мецисопрано, женский голос, и мужской баритон. Они изумительны. Вот что пишет автор. То есть оба голоса должны всегда очень ясно быть исполнены, да, ясно быть слышны, да. Вот. И здесь, конечно, поток, изумительный поток этих триолий, да, очень напоминающий, кстати. Да, у Шуберта тоже здесь поток триолий. Ну, смотрим. Я немножко сыграю, как это должно звучать, первые две странички. А потом будем смотреть, рассматривать фактуру и все, что нужно делать, да. А потом будем смотреть, рассматривать фактуру и все, что нужно делать, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, вот я сыгрался. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот я держу. Я держу. Сейчас без педали показываю. Сейчас без педали показываю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть у нас в правой руке Двухручная игра. Две руки здесь, да? Одна играет эспрессиво, другая рука шестнадцатыми аккомпанемент играет пианисимо деликато. Деликатно. А это... Вот такой. А это, видите, вторая волна. Показываю без педали. Вступает баритон. Вес на втором и первом пальце. Опять двухручная игра расщепляется, да? Только теперь соло левой-правой. Сначала бы соло правой-правой руки, теперь соло левой-правой. Ну, первые ноты берем в левую, а вот дальше эти... Ве шестнадцатые пианисимо. Вот такие звучания без педали. Продолжитель. Видите? Какая вторая волна здесь мощная. Я что хочу с ней делаю. Я убираю фактуру пианисимо, да? И у меня вот здесь прям ради... Роби-моль прям вылезает. Вот оно. Что нам и нужно, да? В этом дуэте. Вот вторая волна. Вот она. Без педали играю, друзья мои. Вот на что способен наш инструмент. Здесь все свободно абсолютно. Тяжесть на первом пальце. На двойной репетиции, соответственно, да? На двойной репетиции, да, играю. Повтор ля бемоле. Не даю демпферу упасть. Все поет. И я играю без педали. Опять без сопрано. Опять синкопов. Синкопов в левой руке. Здесь была синкопочка. Начинают слышать здесь. Взяли здесь. С небольшим акцентиком взяли здесь. А слышим здесь. И даже здесь. Да? Все делаем без педали. Сначала. Вот. У меня осталось без педали. Все есть. Все, что нужно, есть. Да. Та. Опять шестая ступень. Чуть-чуть тише. На йоту. Более трагичное звучание. Нельзя сюда идти. Нельзя сюда бить. События шестая ступень. То есть как бы охолонуло в сердце. Какая-то в сердце такая тревога. Что же мясо. Это. В этом. Опять пианииси. Аля бемоль. Вот такая. Без педали показываю. Опять баритон. по-мужски уверенно, но нежно, но нежно и страстно, да? Виланчелли, она же, виланчелли, виланчелли, вот такая, 16-й играю пианиссимо, это я показываю без педали, друзья мои, бас у меня тоже пианиссимо, поэтому вот здесь вылезает ля бемоль, переходит в соль, тоже, где у меня звучит, беру, а звучит здесь, да, опять, опять дваная репетиция, повторили, да, не забываем, двухручная игра, двухручная игра, левая, правая играют звуком мольто-эспрессиво, 16-й играется пианиссимо, деликатиссимо, здесь, здесь, обратите внимание, аллегатор достигается без всякой педали, педали потом просто скрашивает, нежно и минуя, ответ, смотрите, первым пальцем можно играть легато почти, вот таким я играю, вот, вот, вот таким, почти не отличим от легато, ну, понятно, что это скорее деташе, но вы, смотрите, закараем, закараем, почти регато, квази-регато, да, изумительный фа минор здесь, так играется, сюда ведем, почти трагический, опять, себе моль такой, вот здесь, то есть у меня это пианиссимо, и 16-й пианиссимо, поэтому себе моль вот здесь вылезает, вот на этой пианиссимо поставить, да, вот, что нам и нужно, опять ля бемоль вылезает, потому что я играю по краям пианиссимо в середине мольтоэспрессива, и продолжаю, двойная репетиция, да, как играется, то есть играется почти как, почти как 32-е, с синкопочкой, шестая ступень, друзья мои, шестая ступень, опять же, чуть-чуть отступить, чуть-чуть мэна на шестой ступени, только здесь шестая ступень, мажорная, да, в миноре, как бы здесь напряженная, здесь, вот такое, удивленная, и теперь страстная, с болью, в этом, вдруг, в диалоге возникает боль и мольба, сопрано, медсопрано, все делается беспедально, и вот они соединяются в страстном, в страстном диалоге, да, да, изумительно, что на подход к репризе, как бы диссонансы, но это диссонансы, боли, наслаждения, диссонансы, как раз слияния, редкий случай, когда диссонансы, избирать не диссонанс между людьми, хотя откровенный диссонанс, а наоборот, слияние эмоциональное, вот это, гениально, имитация, вот такое звучание, и наконец они сливаются в октавном унисоне, показываю все, как я делаю руками без педали, да, все, что возможно, намучиться нужно, леготисимо сыграть, здесь, здесь, без педали, но не шуметь, бас у меня, не шумит, поэтому у меня, да, октава, вот это, средний голос, пианисимо, а края форте, вот, вот что можно добиться, да, упоение, любовное здесь, счастье, соединений, и одновременно боль, и вот здесь опять шестая ступень с боли, и дальше, смотрите, какая гениальная, вот здесь нельзя пропускать, здесь по слуху, здесь нужно сыграть со всеми этими внутренними синкопами, одно из самых трудных мест, в среднем голосе в шестнадцатых появляются синкопы, и поэтому синкопы сыграли с небольшим акцентом, услышали здесь, си-бемоль сыграли с небольшим акцентом, услышали здесь, это очень тонкая работа, вот так должно быть, обязательно, да, то есть, здесь вдруг средний голос и компонент показывают свой характер, вся полифония, дальше как было, вот эта триолечка, и она вот здесь будет дальше, тихо, внутри, 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 си-бемоля, вот она, как устроены эти пассажи, последняя триолька, играем, и здесь, и наконец, все остальное, как бы это заполнение, погладили, погладили, погладили сильную, погладили сильную долю, и теперь смотрите, что делается, бас играется не просто пиано, его идея, а три пиано, это как раз один еще пример, тишайшего стокатиссима, не просто, а с клинышками тишайшая пиццикату, дайли, вот так бас играется, пам, два, три, на клавиатуре, и пение в первом пальце, а шестнадцатый опять же играется пианосима, весь вес на левой и правой руке, вот здесь, опять же в этой паузе до, вылезает, до вылезает, потому что здесь тоже остренько, кстати, когда играю с педалью, это так называемая педаль для правой руки, то есть я, сейчас показываю как с педалью, я для доди, а потом пицциката без педали, опять немножко поддерживаю себе моль, сыграв, сыграв ми бемоль, я поддерживаю после этого себе моль, поддерживаю между, между пиццикат, другим словами, я поддерживаю линию, здесь немножечко, потом снимаю, после игры здесь немножечко поддерживаю, здесь, то есть, это так называемая педаль только для правой руки. Левая рука играет molto staccatissimo, molto pianissimo. Да, а за это получается удивительный вот этот эффект. Здесь тоже. Да. Три руки играют, три инструмента. Этот, этот, солирует. И это пиццикату. Да. А уже, здесь уже четыре голоса. Подсоединяется здесь опять мицисопрано. Отсюда. Вот здесь это нужно прямо... Все, ты помучаться, помучаться без педали. Это сладкое мучение. Опять та же самая синкопа. Взяли, услышали здесь. Взяли, услышали здесь. Нажали на фа бемоль. Ля фа бемоль. С ля бемолем. С ля бемолем. С ля бемолем. С ля бемолем. И слышим это. Опять синкопы влевые. Чтобы услышать. Вот чтобы здесь услышать. Вот здесь услышать ля бемоль. Да. Ры. Ши. И здесь опять. Ля ла ра ри. Ля ла ра ри. Ля ла ра ри. Последняя треолька. Она управляет. Последняя треволька. А зато здесь извилистая, к чему приводят. И, наконец, последняя реплика баритона. И вот здесь совершенно изумительная последняя реплика сопрано. И они соединяются, соединяются как две валторны в золотом ходе. И поэтому немножечко солирует больше баритона здесь, наверху. Здесь, правда, уже баритон высоковато, очень высоко. Поэтому, скорее всего, это просто валторна высокая. Валторна. И они приходят к этому, да? Потрясающе выписано все. Нельзя пропускать эту квинту. Вторую. Ми бемоль нельзя. И перейдем. Вот. Пехазо без педали. Все делаю в этой терции. Терция должна на бесконечность. А здесь пицциката. Смотрите, взяли. На хорошем рояле это особенно хорошо. Вот я перейми. Что я делаю? Взял. Перехватил. И здесь пицциката. Слушаю терцию. Пицциката. Не просто пианисимо, а 4 пиано. И пиццикату. Пиццикату в обеих руках. Да? А терция двух. Валторный кларнета. Вот она. Ага. Вот взяли. Да. Перехватили правой рукой. Пицциката здесь. Вот она. Вот это я все играю без педали. И держится. Еще есть терция. Еще есть. Еще, 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 еще. А педаль тем более поможет. А сейчас сняли.